До места назначения добираемся на вертолете. Пункт дислокации 26 километров от Екатеринославки. Нефтеперекачивающая станция. Вот как она выглядит с высоты птичьего полета. Территория нефтеперекачивающей станции неподалеку от села Екатеринославка. Общая площадь больше 9 гектаров. Вообще сторонние гости бывают здесь не часто, но для нас журналистов сделали исключение. Нам выдали специальные каски, это необходимо по технике безопасности, и показали, как это все работает изнутри. Сердцем этого нефтекомплекса по праву называют магистральную насосную станцию. Говоря простым языком, именно здесь происходит процесс перекачки нефти в нефтепровод ВСТО-2. Четыре агрегата, из них три бесперебойно работают, и один находится в резерве. Все по самым последним техническим характеристикам и в режиме полной автоматики. Люди лишь следят за тем, как система работает. Каждые два часа здесь проходит обход специалистов. Они записывают все параметры. Вообще всей этой станции можно управлять в буквальном смысле одним кликом компьютерной мыши. Это так называемая операторная. И именно здесь, на экранах мониторов, можно отследить, как перекачивается нефть. На объектах системы трубопроводного транспорта ВСТО-2 реализована система микропроцессорной автоматики. Это управление технологическим процессом выполняется при помощи обычной оргтехники. В поле зрения больше 200 километров, и все они видны. Из этой комнаты можно, например, одним щелчком переключать режимы, открыть заслоны или даже остановить работу самой станции в случае экстренной ситуации. Но пока таких ситуаций не было. На этот случай здесь все предусмотрено. Есть своя станция пожаротушения. Везде установлены датчики пламени, которые реагируют даже на малейшую фотовспышку и тут же подают сигнал о подаче пены. А это специальная лаборатория, где исследуют экологические показатели воды, почвы и воздуха. Существует определенное установленное время, согласно графику отбора производственного эколого-аналитического отбора проб. Атмосферный воздух отбирается один раз в квартал, вода сточная и вода питьевая один раз в месяц. Здесь есть и своя станция очистки воды. Тут воду из такого состояния превращают в такое – специальными химикатами и реагентами. В целом, эту нефтеперекачивающую станцию ждут большие изменения. И начнутся они уже в середине следующего года. Это масштабная модернизация. Расширение этой станции предполагает собой строительство еще двух резервуаров товарных, каждый объемом по 50 тысяч тонн. Значит, два резервуара по 5 тысяч тонн – это для аварийного сброса нефти. Строительство, реконструкция позжно-сосной. Строительство дополнительно двух резервуаров противопожарного запаса воды объемом по 5 тысяч кубических метров. А чтобы безопасность была на должном уровне, после модернизации здесь будут находиться сотрудники МЧС, разместят службу пожарной охраны. В целом, расширение позволит создать дополнительные рабочие места. Кстати, здесь и так в основном трудятся местные жители. Из всего штата их почти 70%. Яна Лисова, Роман Юдаков, Первый областной канал.